здравствуйте за окном осень настало время очередного тутора и сегодня по многочисленным просьбам трудящихся остановлюсь подробнее как скинить персонажа в основном просили покажи как скинить и начну я с того что сделаю скелеты скин вот для такого второстепенного какого-то персонажа и заодно похвастаюсь всякими функциями процедурками которые под это дело всякой написал с прошлого тутора по скинингу кто не смотрел поищите у меня на канале есть предыдущие ролики по скинингу и так вот у нас чем отличается второстепенный персонаж от первостепенных персонажей тем что мы можем в экономить на нем кости но сегодня я так не буду особо на него на нем экономить и в общем-то достаточно наплевательски относиться к скинингу то есть не значит что прям совсем должно быть получится фигово но так смотрим сквозь пальцы обычно второстепенных персонажей мы смотрим где-то вот вот в таком вот виде то есть где-то они вот какого-то вот такого размера то есть это могут быть либо маленькие какие-то животные такие которые с которыми не общаемся которые там в траве в лесу там бегает и всякое такое либо большие но вдалеке и ближе мы их не увидим так вот у меня есть специально взял такого варана противный конечно на вид как колбаса какая-то ну ладно сойдет такой ну давайте делать начнем вот чистая моделька начнем со скелета с чего начнем ну со спины дать включу сетку со спины начнем включаем инструмент с тузами тут у меня их миллион новых всяких на предыдущем одном из предыдущих тутеров возможно я поставлю на видео ссылочку вот тут наверху а возможно нет может я забуду если кому интересно посмотрите специальный был тутер по созданию скелетона где подробно рассматривалась подробно рассматривались принципы его построения именно и без всяких скриптов еще вдобавок они рассматривались то есть непосредственно как вот ручками может сделать любой человек в мае ну а здесь я по-быстренькому вот воспользуюсь своими всякими этими наработками кстати вот еще побочное свойство записи тутеров это то что заставляет тебя систематизировать все эти знания и собственно благодаря например предыдущим всяким тутором я решил думать о чем мне все эти инструменты разбросаны по разным где-то местам валяются там функция там процедурка и решил собрать их в одно место но еще вдобавок раз пошла такая пьянка родились куча новых идей и собственно вот она перед вами очень интересно кстати есть так начнем вот создаем кости но стандартный инструмент майский переключаемся в боковую проекцию и создаем 234 допустим хватит сток отделов и раз два три четыре шею делаю побольше и немножечко так вот это как-нибудь сюда так давайте еще сразу включу отображение локальных осей у меня в настройках нет никакой ориентации для ориентирую потом если в том кстати туторе если посмотрел я делал все ориентировался ручками показывая основной принцип ориентации то здесь я написал ряд процедур которые ориентируют нам выбранные участки цепи выбранные участки господи цепочки костей по либо по стандартному алгоритму майскому вот как сейчас эти по оси x это один из стандартных алгоритм либо по моему специально написанному очень интересный алгоритм действия покажу дальнейшем так собственно и взял я вот сориентировал кости переведите они оси x смотрят вдоль туловища ну и это тоже давайте оси x доль туловища сначала выбрать оси x доль туловища так следующее а еще да давайте сразу тут видите у меня не ровненько это все-таки лучше через равные промежутки делать вот у меня специальный скриптик который выравнивает ну и может стать еще немножечко сглотить позицию если вы там где-то ошиблись и криво сделали это так мелочь это этого скрипта естественно вас нет вам придется такое делать ручка делаем кости на хвост собственно мне тут нужно только вот соблюсти форму но это с моими скриптами опять так показываем оси во-первых сначала сделаем их равные промежутки и немножечко очень хорошо кстати с хвостом работать когда у него дистанции костей смещены ближе к концу сейчас покажу вот примерно вот так видите все короче 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 к концу самой короткой почему но во первых так можно обычно вот корень хвоста вот этот вот он обычно не так сильно анимируется кстати метод годится и для хвостов и для одежды как сказать обычно вот это вот вот это вот корень вот этого всего он не так вращается как кончики и соответственно 2 дополнительная опция это то что распределяя таким образом можно сделать гораздо меньше костей в принципе в принципе я сейчас количеством костей не гонюсь поэтому так можно сделать а сориентировать да видите вот сейчас у меня стандартная ориентация поменялась z то есть x нормально z перевернулась в принципе пофиг абсолютно для скелета вот это все абсолютно ну например можно и повернуть либо ручками вот так то тут каждую ведь вдоль вращения либо viewport 2.0 он плохо отображает оси когда они поворачиваются скриптами я фиг знает что там они в них чего-нибудь придумали так ну и соответственно удаляем это все так вот мы сориентировали оси за опять вытянуты вдоль одной оси в данном случае это x для второстепенных повторяю персонажа это абсолютно неважно и вытянуты и вот сюда вот все смотрят так все можно вот это подчинять теперь еще момент следующий выделяем сейчас у них видите у всех стоит стоят какие-то вращения если я вобью 0 по но как-то повернется абы как ну понятно потому что не так надо было это все ориентировать если бы я хотел чтобы она вставала хотя бы как-то поэтому мы фризим трансформировать ротейты фриз ротейт принятого здесь модифай фриз трансформейш по вращению но следующее то есть теперь вот дефолтное положение это 0 но например для хвоста гораздо удобней что когда я если я вбиваю 0 так вот допустим это разбивающий с 0 и он стал видите в упор 20 и он стал в бинт позу но для хвоста удобнее когда ты вбиваешь ноль чтобы он выпрямлялся и поэтому я применяю следующее это ориенту ротейт я перевожу те ориенты которые на костях в ротейты с сохранением позы теперь они у меня видите вращение вернулись сюда и если я вобью теперь 0 они умеете выпрямиться в одну прямую цепочку если вы это делаете без скриптов посмотрите я это делал в предыдущем туторе по созданию скелета собственно этот тутор я не не делают прям как конкретный подробный как делать скелет или как скиньте а просто вот больше с целью показать примерный процесс ну и похвастаться скриптами естественно а как же без это так хорошо вот мы спину сделали все это все требуха вот это вот нам не нужно теперь переходим к деланию ног а мы еще не сделали язык так язык вот у нас же еще язык есть давайте его сделаем так этом будет голова приделана вот это голове 1 2 3 ну и вот 4 косточка тут сойдет больше ты не нужно можно опять таки вот этого сделать так и пардон сюда концу но видите он нарушает при этом немножко форму поэтому можем так ручками подвигать до нужного вот так и ориентируем смотрим нужным образом а собственно вот этот вот мой скрипт единственно чем отличается от стандартной майской всякой ориентации это то что что же он делает а он может работать на участке то есть не не на всей цепочке как делал как майский стандартно на участке и последнюю косточку он приводит в ноль и по ротейту и поэтому и по джо интерьент я не знаю если почему в майской так не сделано само по себе фиг знает не знаю ну ладно это их проблема так фриз ротейт парень тем и все это готово переходим а давайте кстати сразу заодно чтобы не париться и переименуем выделяем хвост переключаемся на вкладочку что там tail переименовали вот это вот значит все и скажем что это спина от сих до сих от сих скажем что это может был конечно просто кусок выделить но не охота там туда-сюда переключаться по вкладкам так это что-то мне к это так ну а это вот мы одну переименуем как белый с ну вот она все переименована 1 2 3 и так далее видите да вот здесь надписи меняется хорошо следующие начинаем создавать ручки ножки так ну давайте вот так вот скрип на создание кости в центре выделено принципе ну достаточно удобно и вот здесь я не хочу создавать на каждый палец там по одной косточке знаете как делать ну потому что смотрите пять пальцев у него четыре ноги это 20 костей просто на пустом месте чтобы покрутить а видеть мы его будем вот так персонажа нафига ему эти все пальцы тем более что он это будет мимо нас так ходить мы за ним следить наблюдать особо-то и не будем в игре скорее всего вообще не будем поэтому делаем одну косточку пусть гнется уж ну вот я вот этой всей прям вся лапа будет гнутся этой костью так следующее что там нужно это ключица 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 вот где-нибудь здесь она будет так ну и все последовательно их парень тем и начинаем для первоначально просто кое-как видите это стандартный майский он не совсем хорошо работает мне нужно просто для начала просто сориентировать было так вот вот это все вот это мы сделаем моим скриптом ориентации таким образом чтобы внутренний сгиб приходился вот сюда хотя нет почему сюда то он должен приходиться давайте мы его сдвинем вот так косточка все таки на немножко вот цветка должна вот как-то вот больше это тоже давайте сдвинем как-то в бок сместился счет тупану и давайте по новой переориентируем чем результате должно получиться удлинение по одной оси я сказал и изгиб по одной оси ведь его там в направлении сустава так ну и вот это вот это уж как-то пофиг как мы сориентируем так теперь вот это хотелось бы чтобы она оси z смотрела бы тоже в том же направлении что и весь сустав в принципе пофиг как она сейчас смотрит но вот так чтобы смотрела вместе с этим поэтому делаем такую штуку это ручная коррекция можно вот подкорректировать вдоль нужно тебе оси ну собственно алгоритм простой этого всего ну как простой совсем простой ладно не буду объяснять там что-то я подумал достаточно сложный если просто так с куста объясняет ладно сделано переименуем так это лэк форвард л аплай задние ножки тоже давайте с коленки начнем проще так делать чем там по посечением создавать с одной стороны посечением вроде удобно создавать с другой стороны блин выбирать дольше порой чем это чем ты руками просто передвинешь значит вот сюда но зато посечением удобно создавать когда нужно как-то точно очень сориентировать бывает тоже одна косточка на все так и не забудем у нас еще стоит где-то тут у них есть не ошибаюсь тоже вот такая вот ключица на заднице ну как у всяких этих ящериц эти куриц и так далее всяких птиц она подвижная у человек по идее я не знаю человека такого нету она вообще когда-то была там обезьян интересно такое есть каких-нибудь которые там быстро бегают не знаю у лошадей по крайней мере у собак она наблюдается так теперь так же последовательно ориентируем так давайте заодно вот это по тщательней сориентирую ну вот чтобы вращалась нужном направлении так мы это можно немножко я уже сказал вот так ручками готова и ты хоть можно уж повернуть давайте по иксу два раза вот эти не отражает выделил показывает вот это особенности view порта 2.0 может конечно переключить в этот лего си дефолт но там вот это вообще такая черная какашка фу противная здесь нах ты повеселей понарядней выглядит так переименовываем так вы к б л хорошо так делаем покрупней под отключаем у них этот локальные оси фризим кстати вот меня спрашивали почему стоит ли стоит ли фризить оси вращения на например на позвоночнике почему мол я вот обычно вот в предыдущем туторе когда по скелету я был обращал особое внимание что не надо не надо фризить вращение у персонажа на спине и на руках и на ногах собственно говоря и вот не например спрашивает то вроде как бы говоришь ты не надо фризить а сам фризишь в чем дело объясняю вот здесь например дб почему я не фрижу персонажа потому что того в том туторе у меня был персонаж человек человекообразный то есть это тот персонаж грубо говоря все человекообразные персонажи тоже своего рода стандарт как бы это сказать то по по понятней в общем так если цель такая если я выделяю персонажа и вбиваю в него у все кости и вбиваю ноль вращение то персонаж должен четко встать в т позу если это человек если это вот какой-то вот такой да пофиг фристи как хотите общечиснее чего угодно с ним делаете мне ну чего угодно не надо чтобы кота работали все таки выйти надо вдоль одной оси но этого можно пожалуйста фристи на здоровье в чем разница почему человек так это в принципе если вы там допустим для мультиков делать пофиг опять-таки с мультиками рик мультяшный там свои заморочки делайте как хотите а если для игр то опять таки если вы сделали этого персонажа и не собираетесь его больше никогда в своей жизни использовать вот этот скелет например не хотите не захотите с него перекинуть анимацию на какого-то там другого персонажа другого человека кстати в играх это сплошь и рядом вот такое такая вот перекидывание анимации туда-сюда даже не для того чтобы там одну и ту же анимацию использовать там дважды трижды ну просто как основу например почему не там всякие беги прыгия там перемещения извините когда вы делаете это порой нужно там по быстренькому сделать там порядка сколько-то 10-15 всяких анимаций перемещений но стандартные всякие там камошинские дела то как бы знаете все-таки лучше использовать некий для начала какой-то образец который можно было потом подправить по быстренькому что получить нормальное чем все это делать с нуля поэтому удобно когда персонаж убиваешь его нолики он становится в т-позу и ты даже можешь не видеть самого саму модельку чтобы понять куда в данный момент времени смотрят вот конкретная кость например руки ты вбил 0 хоп и выровнял по ней там допустим свой там свой рик на который ты хочешь потом перекидывать эту анимацию кстати по перекидыванию макапа у меня тоже есть два тутора или один один тутор может посмотреть поискать так ладно это сделаю так переименовали на переименовали все зеркалем по одной кстати надо будет написать скрипт это сейчас стандартная станция это берет настройки и стандартного мира костей надо будет переписать чтобы это так мог с двумя сразу объектами работать так все готово скелет сделан красавица несусветный теперь так соответственно вот мы вбиваем 0 у нас только как я говорил хвост прямым становится тоже его удобнее анимировать когда хвост прямой как правило и так чем сделали а а дальше забыл создать кости на так как это у нас все-таки сказать игровой скелет поэтому нам нужен рут если кому-то интересно зачем вообще всякие эти руты и прочие руты и прочие вот эти вот кости игры в игровом плане какие какая работа с этими костями нужно вообще для чего почему они нужны до чего зачем почему можете мне написать в комментариях и возможно тогда сделаю ролик потому по служебным всяким костям вообще что такое кости в гора в игре в игре в играх в играх и в игре что такое кости в играх какие особенности именно непосредственно вот этой вот это именно то игровая специфика так хорошо это рут назвали до теперь скинем так это все закрываем скинем у меня тоже собрал весь скинг в одну менюшку со всякими этими своими хитрыми и не очень скриптами выделяем все кости и кстати скейл учим и давайте-ка еще вот у этого отключим сегмент скейл компенсейт в играх он не используется но если вы будете использовать анимировать здесь с учетом сегмент скейл компенсент компенсейшена это вот это вот кнопочка вот это вот галочка по дефолту она включена то в игре у вас будет билиберда скейлом надо очень аккуратно анимировать для игр но в данном случае вообще не собираюсь келом анимировать но поэтому я залочил канал и на всякий случай отключил мало ли а вдруг соберусь так следующее во первых надо при скинг вторых для начала положим на это дело подготовимся для того чтобы немножечко проанимировать ну тестовая анимация чтобы на низкий делать как это лучше всего делать вот есть часто видел в роликах по люди типа вот смотрите как это тутер скинга особенно человек там набросана такая анимация чуть ли не макап на и где человек там крутит руками ногами головой и типа вот ну посмотрите и вот на этом они скинет непосредственно человек типа это является отправной точкой для скинга так вот это неправильно это конечно очень красиво выглядит но это неправильно почему неправильно дело в том что в таком движении вообще вообще в готова какой-то анимации одновременно двигается сразу куча костей и вы никогда то есть очень сложно отловить какие-то баги непосредственно вот пользу с такой анимации то есть например у вас вместе двигается вроде все нормально а а потом когда в право в игре и в игре уже в процессе анимации начинаете двигать например у него пальцы хотите и вдруг видите что вместе с пальцами двигается там не знаю кусок живота ошиблись при а в той анимации этого не увидеть потому что целиком все как-то двигается и как бы нормально поэтому лучше так не надо что же делать делаем вот так вот выделили все кости поставили в начало конец ключик ну мне тут примерно 100 кадров и курс bike channel допустим через 10 об пробилась каждом десятом кадре на все мы просто это вот удобно и теперь а да вот оно все прискинено ой не прискинена занимерно скинем выделяем это скин так давайте-ка вот скин бинт скин вот для такого вот для таких штук таких этих персонажей удобнее всего скиньте вот так очень хороший геодезик воксель если уметь с ним работать это такой алгоритм по он в принципе уже неплохо очень даже прискинет по дефолту вот этих всех длинные такие вот если бы в на персонажа на этом но вот этой вот ящерице это было бы какая-то супер ультра мега ящерица на и было кучу бы всякого постороннего ну знаете как там допустим она там у нее какие-то маленькие микро пушки которыми она стреляет или там и не знаю какая-нибудь пластины брони или еще какая-то хрень перья в конце концов или там какие то есть вещи которые должны подчиняться каким-то другим вообще костям и таким жестко например то как такое дело скинить у меня один из первых туторов как раз посвящен именно этому скингу сложных вот таких моделек вот их как раз надо ну посмотрите разбивать на части потом это все а вот такое можно скинуть прям сразу так геодезик воксель приделали хорошо теперь а теперь маленький такой трюк который облегчит вам работу очень сильно дело в том что геодезик воксель он конечно хороший так возможно действовать не очень будет заметно но у него есть один маленький на какой-то недостаточка включу сеточку не увидим смотрите а видите то есть он вроде хорошо вот этого да вот вроде хорошо прискинет она по дефолту тоже вот это это вот включится но проблема в том что вот это вся левая сторона ой не левая ну левая да моя левая сторона его правая сторона она в процессе скинга часть весов с этих костей перебросилась на вот эту сторону и соответственно с этой стороны тоже на эту в принципе в ничего плохого нет это даже хорошо но на этапе скинга а скинете я буду и вам кстати очень советую я все время скинью левую сторону персонажа у его когда он смотрит головой его левую сторону и всегда пользуюсь только вот вот всегда начинаю скинить по этой стороне и перекидываю потом на другую ну кроме тех редких случаев когда в самой модельки что-то есть такое что выгоднее в обратную сторону это делать я в прошлых туторах обращал внимание и здесь всегда делайте именно так вот просто приучите себя специально делать всегда только-только в одном и том же порядке если вы заметили даже кости делал на сначала на одной стороне а потом перекидывал на противоположную то есть всегда делал кости на левой стороне а потом на противоположную дело в том что если вы будете делать как-то по-другому если вы там то на этой начнете потом начинаете перекидывать то на этой начнете начинаете перекидывать ситуация вот такая очень досадно меня в свое время хватило одного раза когда вы только что перекидывали слева направо а потом стали скинить на правой стороне и так прям там вот скинили и там уже очень много времени Скинили, перевели, перекидывали На левую сторону, думая, что это у вас На левой стороне, то есть думая, что вы В правильном направлении перекидываете А в результате вы перекидывали все с противоположной То есть там, где не прискинили И кстати, такие ошибки, особенно Когда вы много работаете Уставшие, вот это будет Это так досадно, что Мне одного раз хватило, ну и Вам тоже Так, ладно, собственно Это было личное отличие Трюк То есть вот это вот, когда Эта штука влияет Частично вот эти веса Находятся с той стороны На которую я буду мерить И вот эти веса Находящиеся здесь Они Вот я вот здесь буду там Что-то красить, они вот здесь При мерлинге Будут снова появляться с этой стороны Ну такой алгоритм мерлинга, он пытается И не только вот сюда перебросить Но смотрит здесь немножко От правой стороны есть И он это значение пытается Сохранить и перекинуть сюда В результате вот здесь будет постоянно То есть вы будете красить Красить Да что такое И снова трэш происходит Вот Это очень досадно Это с киингом одной стороны Не исправляется Вы там будете сто раз Это все Сюда залазить Ой, морока И особенно это Досадно будет У ящер Ладно, хоть ноги раздвинуты У него тут немного А вот если бы это были Например, какая-нибудь собака У которой Параллельно Находятся две ноги То у вас постоянно были Вы отмерили У вас снова какие-то наводки На ноги Снова ноги разводите И все на левой стороне Тянется вслед за правой То, что вы вроде бы Только что исправили Так вот, чтобы этого не было Вот такой трюк Вам надо убрать Все влияния С этой Правой стороны Убрать с левой стороны Как же это сделать? Мы выбираем все кости Выбираем модельку Skin Edit Influence Remove Influence То есть все Теперь мы удалили Все, я сказал Ну, всю цепочку Remove Influence Теперь мы крутим У нас ничего не происходит Она отсутствует в Influence И снова ее добавили в Influence Видите, веса снова нет А теперь отмерили Скид Господи, Mirror Где он тут? Mirror Скид видит То есть Перебросили с этой стороны А эту Смотрим Опа Видим Уже никакого влияния Правая сторона Не оказывает налево И поверьте Это вам облегчит Жизнь очень сильно Итак Собственно продолжаем И теперь собственно Непосредственно к скинингу Давайте скиньте Так, с чем начнем? Собственно для чего я все Вот это вот Расставлял каждые 10 кадров Анимацию Ну давайте Так Так Это сейчас Я с вами прицепляю Переключилось О, видите Здесь вроде неплохо А здесь кончик Такой Поэтому с весом Единицу надо повесить На На эту кость И немножечко Наметьте Видите Я достаточно небрежно Тут к этому отношусь Потому что персонаж Во-первых Тростепенный И немножко Хаймерскин вейд Засмусили Потому что Во-первых Персонаж Тростепенный И собственно Не особо-то Буду переживать Если Это Где-то там Что-то нарушится Тем более Это и не видно Но это не значит Конечно Нужно совсем небрежно Относиться Но так Не особо Выпендриваясь Согнули Вот здесь Теперь Смотрим Вот эта штука И вот эта Начинает очень сильно Влиять на Это Выделяем Все Все вот эту вот Штуку И говорим Здесь нулевой вес И здесь нулевой вес А кстати Вот эта вот Выпадающая менюшка У вас такой нет Это Чтобы вот Вот это править Это надо По дефолту Windows General Editor Компонент Компонент Editor Вот он тут Smooth Skin И вот здесь Тут вот Ручками Вбивать Вот эти вот Прямо так Нолики Геморрой Еще вот Ручками Сумасшедшая Но У вас этого Ничего другого Нет Так Хорошо Теперь вот Эта часть Это значит На спину Жестко Пусть вас Не смущает То что Только что Вот хорошо Вроде все Прискинулось А сейчас я начинаю Следующим этапом Так Ну и все И вот Включаем Как я уже Рассказывал Вот великолепную Такую штуку Под названием Называется Скрипт Очень Рекомендую Очень рекомендую Бэр Смуз Скин Вейт Про него Я подробно Рассказывал В предыдущих В каком-то Рулике То ли По скинингу Нет Не по скинингу А по-моему По созданию Корректирующих Вот этих Костей Да Бэр Смуз Скин Вейт Тул Он Бесплатный И где-то Я даже Давал на него Ссылку В описании И начинаем Смузить Он только Смузит Он ничего не красит Он только Сглаживает веса Но алгоритм Сглаживания Очень хороший То есть В майке Такого стандартного Нет Стандартный В майке Он крайне Убогий Этот Просто Сглаживает Причем Заметьте Я Даже Игнорирую Этот Лог весов На Инфлюенсах Так Давайте Сделаем Какой-нибудь Поадекватнее Движение Это значит Сюда Это сюда По одной Косточке Это значит Будет сюда Двигаться Сюда Ну такая Тестер А это И так Нормально Это Даже Проверять Уже Не стоит Она Так Хорошо Выглядит Так Это Нормально Вроде Вот Здесь Сильновато Давайте Вот так Сделаем Кастом Вид Допустим Побольше Блин Давно Пора Поменять Размерность Никогда Этой Менюшке Руки Не дойдут Так Ну и так Нормально Сойдет Теперь Задняя Нога Вот Здесь То же Самое Делаем Так Делаем Так Десятым Делаем Так Делаем Так Так Ну Видно Сразу Что Вот Она Много На себя Забрала Ты Много На себя Взяла Соответственно Вес Ноль И на этой Вес Ноль На этой Нет На этой Нет Уже Ничего Смотрим Нормально Сойдет И все Остальное Вот Эту Штучку Мы Подправим Бэйер С мусом Вейтом Шикарный Просто Вы не Представляете Насколько Поменялся Мой стиль Скиннинг Скиннинга После того Как Появилась Вот Это Нормальная Если Раньше Мне Приходилось Чтобы Быстро Заскинить Разрезать Модельки То Сейчас Я Это Делаю Только На Достаточно Редких Исключительных Случаев Так Смотрим Давайте Немножечко Еще Совсем Немножечко Чайную Ложечку Так Теперь Вот Это Что Там У нас Здесь То же Самое Тоже Вес Единицу Поставили И Кстати Можем Этим Ж Слегка Подски Ну Так Сильно Она Конечно Сгибаться По идее Это И не Должна Так Что Там Дальше Что У У нас Это Стопа Нормально Это Нормально Попрет Так Хвост С хвостом Все Неск По Интереснее Так Видите Вбиваю Нолик Хвостик Выпрямился Красота Сумасшедшая Так Теперь То То Что У них Разная Пропорция Костей Позволяет Сгибаться Спиралевидно Если Были бы Одинаковые Он бы Вкруг Ну Это Так Мелочь Теперь По Поводу Я Вот Например Все Хорошо Но Кончик Я Люблю Чтобы Кончик Был Такой Тоже Кончик Вот Этот Последний Косточек Я тоже Анимирую Чтобы он Был С весом Единицу По крайней мере Здесь Назначаем Единицу А теперь Все остальное Надо Как-то Видите Резко Стало Выбиваться В движении А давайте Заскинем Тем же Самым Заметьте Бэр Смус Вид Вот так Плавненько Вообще Шикарный На самом Дель Шикарный Инструмент Так Видите Немножко Начинает Утончаться Потому что Здесь Разные Веса И тут Мы Используем Вот такой Конст Штюк Average Skinweight Это У выделенных Вертексов Назначает Одинаковый Вес Средний Арифметический Собственно Проходимся Вдоль Всей Вдоль Всей цепочки Хвоста Здесь Уже Видите Часть От задницы Пойдет Часть Пойдет От задницы Поэтому Тут Особо Арифметический Неоткуда Брать Арифметический Вот Ровненький Если Мы Его Сейчас Потянем Траслет У нас Есть Видите Он Ровненько Хорошо Прискинь Так Теперь Осталось А Вот это Сочленение Задницы С хвостом Непосредственно Вот это Место Вот его Можно Вот Непосредственно Вот этим Вот Тем же Самым БР Смус Светом Он Прекрасно Вообще Сглаживает Это все Но только Им надо Естественно Немножечко Так это Повнимательней Потому что Можно Назад Он не заглаживает То есть Если мы тут Разгладили То назад Уже Ctrl Z Разве что Там Сто раз Понажимаете И вернете Поэтому Надо Аккуратненько Поэтому Лучше Делать Вот так Берешь Например Вот эту Часть Весом Прям Единицу Фигак Фигак А потом Начинаешь Плавненько Смусить Он будет Брать Веса Вот от него И потом Сюда же Вернет Так Хорошо Что еще А Тело Кстати Вот так Он выделит Ну ладно Это потом А нет Вот так Должен выделить Ну-ка Я кстати Еще не помню Я только 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 Написал Ну-ка Выделит Вот это Вот Нет Так Не Выделяет Я думаю Выделит Иерархическую цепочку Кстати Надо будет Написать Скрипт Который Иерархически Выделяет Ребенка Ну вот Даже Даже В сложной Такой Иерархии Чтобы выделял Непосредственно Вот это Ну ладно Не суть Поворачиваем Ну вроде Неплохо Только Давайте Теперь Ему Немножко Вот это Место Так Выделим Вот это Нет Вот это Место Ага И вот это С весом Единицу Сюда назначим На голову И давайте Опять таки Сглажим Здесь Кстати полезло Здесь Мы не обращаем Кстати Вот давайте Тут еще Такой момент Отмирорим Тут Собственно Это Мирор Тул Это Обычный Мирор Скинвейд Только С небольшим Дополнением Он перед тем Как отмирорить Прыгает В нулевой кадр И снова Возвращается В то же В котором Стояли Пустячок А времени Экономит Миллион Потому что Мирорить Нужно В бинт позе А в нулевой Позе В нулевом кадре У меня всегда Бинт позу Я держу Все Так Хорошо Более-менее Нормально Сойдет Теперь Язык Так Язык Хорошо Только Как я уже сказал Я предпочитаю На последнюю косточку Вешать С весом Единицу И соответственно Тут Можно Либо хаммером Что такое Вообще Хаммер Это Хаммер Это стандартная Майская Майская Туза по смусу В принципе Бэр смус Видит Работает так же Как хаммер Только Умеет Это Делать Хаммер Как бы В какой-то степени То есть Не во всю силу Это Бесценно Просто Так И вот Это вот Край Мы Вешаем С единицей На Голову Так Ну и можно Вот это тоже Так Готово Собственно Все Скиннинг готов Кстати А Еще Маленькое Маленькое Но необходимое Дополнение Дело в том Что в процессе Всего этого Скиннинга Я вообще Не парился С развесовкой Там Типа По По количеству Костей На вертекс А Всякие Вот эти Вот Хаммер Тул И Вот этот Бэр смус Вейт Видите Я специально Выключил Игнорирование Залоченных Костей Что он просто По верхних Рисует Они Собственно Занимаются тем Что разбавляют Да и собственно Отзеркаливание Кстати Не забывайте Что и само по себе Непосредственно Отзеркаливание Весов Оно тоже Убивает Игнорирует Количество Весов На вертекс Поэтому мы Используем Написан Это написанная мной Функция Нормализация Весов И Дефолтной Майской Такой Нету Сразу Вам скажу Вот я не понимаю До сих пор Почему Это нет Дефолтной Майской Но Она вроде Где-то Есть Вот Горят В бонус Тулсах И вот Только Я не знаю Риггинг Наверное Что такое Может быть Нудж Нет Не нудж В общем Где-то В бонус Тулсах Вот оно Вот Есть Собственно Мне сказал Да Где-то Я его Даже находил Но Я не Помню Сейчас Где Наверное Где-то Не знаю Может Вейт Эдитер Кстати Ну-ка Бонус Тулс Риггинг Ну Не знаю Ремоф Прон Инфлюенс Обжект Где-то В общем Где-то Это Есть Точно Я Находил Где-то Вот Где-то Вот Здесь Бонус Тулс Можете Поставить Это Я По своей Привычке Пользуюсь Вот этим Своим Написано Он Хоть И Подтормозней Но Он Поудобнее Тем Что Работает С непосредственно С выделенными Вертексами Вот Он Подсветил Те Веса Которые Были Больше Чем Четыре Ну Подсветил И Исправил Исправление Это Происходит По Принципу Перекидывания Более Это Если Кто Вздумает Друг Написать Мы Смотрим Как Это Работает Алгоритм Мы Смотрим Для Каждого Вертекса Какое Количество На нем Весов И Если Больше Чем Определенное Берем Самые Маленькие Веса И Пропорционально Разбрасываем На все Остальное Понятно Все Так Все Готово Прискинено Теперь Единственное Что Осталось Это Прибить Анимацию На На всем Скелете Все Что я там Сделал Все Он Готовый Дальше Следует Естественно Скининг Ой Риггинг Но я На этом Не буду Это Показывать Давайте Я лучше Покажу Собственно Непосредственно Результат Анимацию Вот Риггинг Какой-то Самый Кстати Примитивный Но Самый Действованный Я уже Про Риггинг Я уже Объяснял И Непосредственно Вот Анимация Ходьбы Его Тут Понятно Иногда Вот При некоторых Позах Вылезает Вертекс Но Это Извините Это Уже Сетка Такая Тут Некорректирующих Костей Нет Ничего Ну Вроде Как Все равно Нормально Вот Такой Важный Господин Он Хоть Кстати И Выглядел Как Какашка В Модели Но В Анимации Так Ничего Смотрится Важный Красавец Такой В общем Как-то Так Знать Еще Поверчу Анимацию Что-то Она Хорошая Получилась Такая Ну Еще Вдобавок Шейдинг С этими С Нормалками И Тенюшечками Дает Ощущение Симпатичности Ну Собственно Как-то Так Всем Спасибо Что Посмотрели Ролик Пишите Вопросы И Не забывайте Кстати Да Я задавал Если Люди Если Поступит Достаточно Много Много Предложений По Тому Чтобы Подробно Рассказать Про Кости В игре Как они Себя ведут Зачем Они Нужны Почему Рут Почему Не Рут Почему Там Как Цеплять Оружие И Т. И Т. Если Поступит Достаточно Много Ну Я Сделаю Про Это Отдельный Ролик Потому В последнее Время Что-то Ощущение Что Я В пустоту Снимаю Вообще Там Ноль Комментариев И Так Далее Все Хотелось Чтобы Фидбэк Какой-то Получать А не На уровне А Какой Кнопкой Ты Пользуешься Чтобы У тебя Все Стало Прозрачно Ну Знаете Это Немножко Не То Так Ну Все Всем Спасибо Все Соботно До